Подавляется, просто выжигается напалмом все точки роста, которые оставались, которые были. Когда мы увидим с вами 150 рублей за доллар, ну хотя бы 100 рублей за доллар, мне кажется, рейтинг президента будет 145%. Надо сказать по-честному, что идет манипуляция сознанием, то есть как бы это старый бед, это прием. Когда задают вопрос про поддержку президента Путина, он же ставит вопрос интересным. В целом, поддерживаете ли вы в целом эту политику? В пределах Кремля нету кризиса. На Тверской где-нибудь, в здании Госдумы я кризис вообще не замечаю, там бывает каждую неделю вообще замечательно. Здравствуйте, зрители! Мы приветствуем у нас в гостях Владислава Жуковского, известного экономиста, биржевого эксперта, который расскажет о ситуации с рублем, с нефтью, как нам жить дальше, о том, что нас ждет в ближайшее время. Недавно Улекаев заявил о том, что у нас кризис уже позади. Мы все обрадовались и вот хотим услышать ваше мнение по этому поводу. Ну я тоже очень рад, что у нас. Здравствуйте, прежде всего, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Дмитрий! Ну самое главное, действительно, что раз уж нам в высоких кабинетах говорят, что все хорошо, что кризис пройден, что худшие времена позади, что кризиса то не будет, то не было, то он уже прошел каким-то волшебным образом. Ну, значит, надо готовиться, видимо, с одной стороны, это хорошая новость, можем порадоваться, с другой стороны, надо готовиться к тяжелым временам, это говорит о том, что все только начинается, и наши чиновники просто занимаются очередным сеансом массового гипноза, такого вот нейронно-мистического программирования, пытаются определенную кассетку гражданам России в голову заложить, чтобы там было все радужное, все красивое, чтобы розовые очечки сидели хорошо на носах, и, собственно говоря, вот наша задача все-таки это очечки постараться малоточком разбить, чтобы люди поняли, что все, что происходит у нас в стране последние 5 лет, 10, 15, 20, это не череда каких-то случайных событий, это не какой-то форс-мажор, это не какие-то внешние шоки, в которых виноваты, там то Госдеп, то Америка, то Европа, то там Израиль, то Япония, ну, в общем, кто угодно, это в чистом виде результат той макроэкономической политики, которая проводится государством осознанно, целенаправленно, и в этой связи я, конечно, не разделяю никакой оптимизм, который есть сейчас у наших министерств, я так понимаю, что, видимо, они просто не открывали, там даже родной, любимый им Росстат, не смотрели макроэкономические показатели по промышленному производству, по инвестициям, по динамике ВВП, по занятости. Если мы посмотрим, построим все эти графики с 2012 года, мы сами увидим, что с 2012 года неуклонно все ключевые макроэкономические индикаторы, сводные, агрегированные, все двигаются четко в сторону юга-вниз, особенно это видно по опережающим макроэкономическим индикаторам, таким как спрос предложения денег, кредита в экономике, потребление энергоносителей, потребление электроэнергии в экономике, грузовые перевозки, капитальные положения в том числе и, соответственно, динамика новых заказов по промышленным предприятиям и, соответственно, те же самые изменения, так называемых «инвентарис» материально-технических запасов и нереализованной продукции. Что просто было понятно, у нас в первом квартале текущего года и в втором квартале текущего года также был зафиксирован абсолютный рекорд по подведению активных запасов. Это говорит о том, что вся экономика уже перестала что-либо производить, а просто занималась реализацией того, что было произведено, построено, выпущено в докризисный период, осенью-лето 2014 года. Поэтому говорить о том, что мы как-то выходим из кризиса, как нам говорит Улюкаев, и вроде бы как-то там они в июне увидели, что промышленность падает не на 5,5-6%, а на 4,5%, обрабатывающие производства падают не на 7,5%, а на 7%. Это, конечно, очень большая радость. То есть всей стране полегчало, все вздохнули с облегчением. Бизнесмены побежали привозить деньги из Кипра, вкладывать в экономику, производить на 10 производства. Там зарплаты растут по экспоненте, производительность тоже увеличивается. Конечно, все полного покупки этого нет. И здесь я, конечно, в гораздо большей степени пессимист, чем оптимист. Но обратите внимание, как может происходить оживление в экономике, как может якобы быть выход из кризиса, если в то же самое время у нас буквально на глазах падают индикаторы уровня загрузки мощностей в экономике. То есть они падают у нас уже последние 3 месяца без перерыва, а до того они падали более чем последние 6 или 8 месяцев. Но чтобы было понятно, у нас сейчас экономика загружена на 60% от своего потенциала. То есть это самый низкий уровень загрузки мощностей и в группе G8, и в группе G20, и в странах ОСР, и в странах нефтяных опек. То есть настолько умудриться убить внутреннего производителя, сделать нерентабельные инвестиции, нерентабельное создание новых рабочих мест, и наращивание совокупного выпуска надо было уметь. То есть экономика работает в целом на 60% от своего потенциала, по обрабатывающим производствам загрузка порядка 15-20-30%. То есть да, конечно, там есть подавляющее большинство основных фондов, они уже не пригодны для выпуска конкурентоспособной продукции, они морально-технически устарели, там колоссальный взнос основных фондов, официально 50%. В 2000 году на заре так называемой эпохи вставания с колен было всего 39%. В клятом совке, который рухнул под груды, как нам говорили, там реператы, гадаровцы, под грузом экономических дисбалансов и неурядиц, там износ был порядка 31%. Сейчас он 50%, и порядок отраслет достигает там 70-80%. Поэтому техногенные катастрофы тоже впереди, мы это прекрасно понимаем. И, соответственно, да, пускай даже эти мощности, они не могут производить конкретноспособную продукцию, но тем не менее, все-таки, как минимум, две трети нашей экономики сегодня в реальном секторе не задействованы. Поэтому не может быть такого, что у вас экономика уходит из кризиса, при этом у вас падает спрос на деньги, предложение денег в экономике, кредитование реального сектора падает, потребительство активно снижается, самотехзапасы распродаются, потребление электроэнергии падает, соответственно, и загрузка мощности снижается. Ну, таких вещей не может быть, в принципе, это сказка, не то, что мы слышим от чиновников в общественном виде пропаганды. А насколько у вас требована ваша точка зрения, такой пессимистический сценарий? Прислушиваются ли люди из правительства, чиновники, депутаты, к вашей точке зрения? Работаете ли вы с ними? Ну, чтобы было понятно, правительство, к моей точке зрения, не прислушивается, потому что извать меня никак, я на них никто, и они совершенно замечательно живут в своем уютном, гламурном, пафосном мире. И, в принципе, то, что происходит за пределами их иностранных импортных автомобилей, которые не видят с контрсанкциями, в принципе, их не волнует. То, что там происходит с этой стороны, кризис, малый бизнес умирают, капиталы 5 лет из этой страны вывозят, там 8 лет больше полтриллиона вывезли. То, что у нас там норма рентабельности в реальном секторе уже отрицательная, если мы берем несырьевый комплекс. Ну, их, в принципе, это не интересует, и, насколько я понимаю, их интересует не только мнение мою, либо каких-то других экономистов, экспертов, их даже не волнует мнение некоторых видных ученых, политиков, которые есть в окружении первого лица, и, скажем, тот же Сергей Юрьевич Глазев. Многое вообще можно с той точки зрения согласиться, но все его рекомендации, все его программы, все его статьи, предложения, в которых принимало участие в выработке огромная команда людей. Там были промышленники и бизнесмены от реального сектора и аграрии. Там были очень видны наши макроэкономисты из Академии наук. Были финансисты, которые работают на финансовом рынке, показывали буквально на пальцах, что то, что происходит в экономике страны, на финансовом рынке, это просто уничтожение точек роста, это подавление тяжелой артиллерии всех инвестиций, это зачистка экономического пространства, подготовка страны по большому счету к капитуляции и к масштабнейшей распродаже, к опыту, к розницу, ну, раньше Америки, Европе, теперь, видимо, Китаю, там, Азиатам, Туркам, кому там, у кого деньги будут, а мы за две копейки ему не спляшем. Народ задает вопрос, а что делать? Что делать? Есть ли программа по выходу из кризиса? Идет ли работа альтернативно, чтобы противостоять этому либеральному разрушению страны? Ну, смотрите, по поводу программы. Программа пишется постоянно, там, то, значит, программа 2020, то 2030, то 2050. Надо писать сразу программу 2500, куда-нибудь там на 50 поколений вперед, чтобы никто до нее не дожил, никто ее не увидел, она никогда не будет реализована, собственно говоря, признать ее как самое, там, гениальное умотворчество наших видных, так называемых либерал-реформаторов, собственно говоря, дать всем по премии, вывести их отдыхать куда-нибудь там, ну, там, если не на Коломуту, хотя бы там куда-нибудь там, в Монте-Карло, и пускай они там отдыхают, просто отстанут от страны, от бизнеса, от населения, от частного собственности, от всего. Наши либералы – это замечательные люди, которые умудрились уничтожить, вроде как борясь за частную собственность и за бизнес, они реально уничтожили право частной собственности, причем, по моему счету, уже вообще на все, на сколько можно было уничтожить, они подавили реально любую конкуренцию, там, борясь якобы с «Газпромом», с «Роснефтью», там, с каким-то госмонополием, типа там, Ростехнологией, они замечательно живут в госбанках, в Нижсторгбанках, в Сбербанках, в ВТБ, где сидят одни представители либеральной этой шайки, те же самые, там, известные всем Грефы, Костины, там, соответственно, там, Нигнатьева, точнее, как его там, Дубинины, вообще все люди тут весьма хорошо известны, либо, скажем, Руслана, вроде бы, тоже там адепт, такой ярый перестроечник, борец за частную собственность, за конкуренцию, за отсутствие государства в экономике, за дорегулирование, прекрасно сидят на 250 миллиардов рублей, пилят госактивы, распихивают по карманам, почему, что распихать, и вот там наш российский такой, и наши либералы, которых уже пора называть либероидами так называют. А что можно противопоставить? Есть программы, насколько они востребованы президентом? Мы все помним распиаренную программу 12-го года, во время президентских выборов, президент Путин говорил, что вот ему готовят доклад Сергей Юрьевич Глазев, Академия наук, что с этим докладом? Ну, судьбу этого доклада немножко известна, как бы, есть люди, которые в нем принимали участие, они, там, хорошо с ними знакомы, и, в принципе, как и следовало ожидать, что это была большая профанация и такая бурная имитация какой-то активности и деятельности. То есть изначально было понятно, что проблема России не в том, что нет альтернативной точки зрения, нет проработанной программы других экономических реформ, других преобразований и смены макроэкономического курса. Беда не в том, что у нас нет людей, которые могли бы ее разработать, предложить и реализовать на практике. Беда в том, что есть табу, есть монополия на одну единственную правильную точку зрения. Это очень по-российски, по-либеральному, как нас считают наши сектанты, там, либеральные, что вот их точка зрения верна, и им за это нужно платить колоссальные деньги. Они выигрывают, там, больше половины всех госзаказов на проведение НИРов, НИОКров, там, ну, всех этих, там, написания разного рода, там, материалов и, соответственно, программ для правительства. Ну, все, кто предлагают что-то альтернативное, это в корне неправильно. Поэтому, насколько мне известно, там, обе программы, которые писали, там, другие экономисты, не вхожие в высокие кабинеты власти, они были успешно, так сказать, похоронены, их похерили, положили под стол, точнее, там, да, куда-то там передали на рассмотрение кому-то, там, из окружения Владимира Владимировича ряду, там, наших видных либералов, экономистов. И, собственно говоря, эта программа, ее даже никто не вспоминал, про никто не говорит. Поэтому, видимо, будет написана снова очередная программа, ближайшие, там, полгода. Снова будут про нее разговоры, что вот сейчас-то есть возможность перехватить инициативу, что можно что-то изменить в лучшую сторону, можно не допустить масштабного обнищания страны, там, падения экономики, вхождение в глубокую фазу рецессии. Но итог будет тот же самый, мы будем видеть реализацию доктрины кудринизма, и снова экономическую политику будут определять, там, Набиулину, Силуанову, Уликаева, то есть все то наследие 90-х, которое замечательно перетекло в текущую эпоху. Ну, а говоря про кризис, надо просто понимать одну интересную вещь, что если мы построим графики, там, динамики макроэкономических индикаторов с, там, 90-91 года, мы увидим, что очень интересный текущий кризис, то есть если 98-го года, 2008-й год, мы очень быстро, очень стремительно падали, мы буквально падали, там, ну, там, с темпов роста, там, 4, 5, 6, 7, 8%, мы падали реально там 0, и потом падали там на 6, 8, 9%, было очень сильно резкое обрушение и инвестиции, и производство, и занятости, и, там, добавленной стоимости в экономике, и потом, буквально через полгода, 8 месяцев, начиналось резкое бурное восстановление. То есть мы выходили там традиционно с кризисом, в 99-м году, благодаря команде Примакова, Маслюкова, Гераченко, мы вышли там через полгода, соответственно, там, в 2009-м году мы отскочили уже где-то в мае, отскочили цены на нефть, там, с 35 до 60 долларов за баррель, никто не успел испугаться в правительстве, никто не решил ничего не менять, и мы уже где-то к концу 9-го года, там, вот эта кризисная динамика стала затухать, и мы в 2010-м году уже показали рост на 4,5% год к году. То есть это был там максимальный рост экономики, там, вот там, за последние 7 лет, которые мы сегодня наблюдаем. То есть с тех пор мы даже такими темпами никогда не росли, у нас не было ни 5%, ни 4,5%, ни 4%. Сегодня ситуация гораздо хуже, и принципиально иная. Мы погружаться начали в кризисное состояние аж в 2012-м году. В 2011-м, 2012-м стал происходить такой вот очень яркий, заметный экономический переход, стали падать все опережающие макроэкономические индикаторы, затухали инвестиции, затухало производство, затухало, соответственно, капитальное вложение грузоперевозки, и все макроэкономические индикаторы опережающие, они встали, ну, грубо говоря, не показали, что мы начинаем двигаться в сторону рецессии. Вот тогда уже было понятно, что все, этот вот нефтегазовый титаник тонет, что нефтяной бобик сдох, его уже, собственно говоря, не реанимировать, неизважно, чешите вы ему уши, отрезаете ему хвост, либо дергаете за лапы, он как бы все, он уже не дееспособен в мертвец, его надо менять эту систему всю, да. Вот, и вот именно в этом основное отличие. Мы будем падать очень медленно, погружаться на дно, и там не будет никакого разворота и никакого отскока. В лучшем случае это будет такое L-образное падение, когда мы упали и находимся там где-то на дне, и там как-то колышемся, блутыхаемся. То есть вся мировая экономика будет расти там на 3-3,5% в год, мы будем где-то там на дне ковыряться после там 5% падения. В лучшем случае, то есть еще сильнее отстанем от всех мировых лидеров, наша доля в мировом ВВП там упадет с 2,8%, там до 2-1,5%. То есть мы будем уже такими экономическими карликами. Вот, а сценарий более реалистичный, с моей точки зрения, который мы реально увидим, это будет там 3-5 лет, ну там 3 года хорошего, такого перманентного, постепенного снижения падения, и, собственно говоря, будем там 5% нам в этом году нарисуют официально, что мы упали, реально мы упадем на 10-12%, если мы дефлятор реально посчитаем грамотно, а не как-то считает Росстат. Вот, и вот, собственно говоря, там 3-5 лет, это будет такой затяжной рецессии, и, собственно говоря, выхода из него практически там не видится. И основное ключевое отличие текущего момента, это, во-первых, в том, что не будет сверхмягкой денежно-кредитной политики во всем мире, никто не будет печатать доллары, евро, там, иены, либо фунты стерлингов, чтобы спасти мировую экономику, а точнее спасти нас отдельно взятых. То есть не будет такого масштабного смягчения монетарной политики в мире, не будет вливаться триллиона долларов на финансовые рынки, они не будут надавать пузыри на товарно-сырьевых рынках. Именно благодаря скачку цен на нефть, когда влили 3,5 триллиона долларов в крупнейший центр банки мира, мы отскочили в восьмом году. В этот раз все будет гораздо хуже, мы будем падать на фоне падающих цен на нефть, падающих цен на промышленные металлы, на фоне повышения процентных ставок в базовой валюте фондирования, то есть в долларе, на фоне, соответственно, укрепления американского доллара фронтально ко всем валютам. И что самое страшное для России, тут многие спекулянты, ну не спекулянты, финансисты, кто следят за макро-канакими финансовыми индикаторами, очень хорошо известно, что для России критически опасно падение цен на нефть и одновременно повышение там роста цен на золото. Вот сейчас золото у нас, если пересчитать его в нефти, то есть перечитать, сколько стоит бы там троиска унца золота в пересчете на баррель нефти, мы уже обновляем сейчас рекорды многолетние, то есть мы приближаемся к 24 баррелям за троиску унцу, это говорит о том, что идет очень мощное критно-денежное сжатие в мире. То есть начинается делевердж, начинают капиталы утекать с рискованных активов, искать тихие гавани. Тихая гавань не Россия, тихая гавань не рубль, тихая гавань не нефть, тихая гавань будет в долларе и будет в золоте. И когда этот процесс будет усиливаться только по нарастающей ближайшие полгода, год-полтора, мы увидим фронтальный рост доллара и просто падение нефти, в том числе, возможно, потенциально до 30-25 долларов вполне может быть. Но более реальная перспектива крокосрочно 40 долларов за баррель, но я там не вижу никаких проблем уйти до 25 долларов за баррель с этой нефтью, жила мировая экономика 70-80-е годы, половины, 90-е, даже 1000-е годы в начале. Поэтому с этим можно жить вполне себе. Дна, я понимаю, так с ваших слов падения нет. Ну, коммуника такая наша многодомночка, днища-то много, одно днище будет за другим выбиваться, то есть это будет такой пробой одного, грубо говоря, тренда второго, третьего, то есть будем падать ниже, 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 постоянно вынося все новое дно. Поэтому говорить, что у российской экономики есть одно, его не может быть в принципе в экономике, которая является такой сырьевой, деиндустриализированной, офшеризованной, избыточно долларизованной, крайне сильно открытой мировой экономики по экспорту, по импорту, там почти на 48% от ВВП. Ну, в этом плане впереди нас только там корейцы, японцы, китайцы, немцы, но, собственно говоря, не сравнивайте структуру экономики экспорта и промышленного выпуска у нас и у них. Это как бы совершенно разные по эластичности по зависимости от ценовой конъюнктуры структуры экспорта. Соответственно, совершенно разная зависимость по притоку там нефтедолларов либо экспортной валютной выручки. Так как падаем мы, там им падать еще не снилось, они, я думаю, так не упадут. Потому что спрос на конечную продукцию промышленную, он всегда более стабилен, более прогнозируемый и более устойчивый, чем спрос на первичные, на продукцию низких переделов, на минеральное сырье. Поэтому мы полетим первым, как мы летели в 98-м году, в 2008-м году и в 2014-м год. Как бы я думаю, что еще будет очень сильный цикл падения, вот там конец 2015-го, начало 2016-го года. Ну и еще один очень важный момент, почему этот кризис будет гораздо страшнее всех предыдущих кризисов. Здесь, как бы мы уже говорили, есть сразу 4 глобальных кризиса. Первый кризис – это системный кризис российской экономики. То есть нефтегазовый титаник тонет, это такой дефолт ресурсно-сырьевой модели роста и безразвития. То есть экономика трубы, она отмерла, и здесь потолок. То есть, как бы здесь либо надо раза в 3-4 сокращать количество россиян, чтобы как-то более-менее прикантоваться и так вот там остаться в группе развивающихся стран, условно говоря. Ну либо, соответственно, надо все, систему все это менять и менять макроэкономическую политику, менять людей, которые принимают решения, тех управленцев, которые ее реализуют и, соответственно, менять экономические приоритеты. То есть с экономики трубы на экономику знаний, на человеческий капитал, на образование, здравоохранение, медицину, на развитие там НТП ускоренное, ну технического прогресса, развитие малого бизнеса, среднего бизнеса, несырьевой промышленности, дешевый кредит, дешевый рубль, дешевые издержки производства, я имею в виду там ГСМ, грузовые перевозки, тарифы монополий, то есть как бы здесь даже быть полностью такой ударный, полностью смена всех макроэкономических приоритетов и всех макроэкономических политик. Этого не происходит, этого не произойдет, потому что сегодня власть, как я понимаю, стоит на страже сырьевого олигархического капитала, здесь такая замечательная олигархическая уния, ну ее там назад компраторская уния, и она, собственно говоря, будет существовать еще какие-то там время, там 3-5 лет, 7 лет, это вопрос открытый. Вот это первый кризис, системный кризис, такой экономики трубы, второй кризис, это кризис конъюнктурный, мы исчерпали потенциал восстановительного роста после обвала 2009 года, он был исчерпан в 2011-2012 годах, мы вышли на потенциальные объемы производства, и, собственно говоря, загрузка мощностей вернулась на уровне 2008-2008 года, и там уже было некуда наращивать, то есть нельзя было увеличивать темпы роста экономики без капитальных вложений, без дешевого кредита, без реальных налоговых стимулов. Поэтому тоже кризис. С другой стороны, мы говорили об этом кризисе, это кризис системы нефтедоллара, это разворот процентных ставок в американской валюте, это укрепление доллара и начало повышения как раз таки ставок со стороны Федерального резерва в Америке. Это автоматически означает, что при дорожающем долларе будет обязательно дешевеющее сырье и падающие, соответственно, там все развивающиеся рынки сырьевые активы. Ну и четвертый, кстати говоря, кризис, это в принципе затухание мировой экономики, погружение там всех крупнейших экономических лидеров в состоянии такой глубоко рецессии, затухание в принципе роста в Азии, в Латинской Америке, в США, скорее всего, временно будут исключения. Но тем не менее, там тоже будет рецессия мощного года на 3, через 3, через 4. Будет очень сильная рецессия масштаба восьмого года, скорее всего. Но пока они порастут. И, собственно говоря, это очень серьезное ограничение. Ну и пятый кризис глобальный, это кризис такого человечества в целом, это резкое падение темпов роста мирового народонаселения. То есть, в долгосрочном плане, если построить графики, посмотреть, то в принципе глобальный экономический рост, темпы роста мировой экономики, они пропорциональны и напрямую зависят от динамики численности мирового населения. То есть, это примерно квадрат от темпов роста населения планеты, он как раз таки составляет средний темп роста мировой экономики. Вот в последние годы у нас сейчас население планеты растет там менее чем на 1,2%. По прогнозам он упадет до процентов через 2 года и будет падать ниже, 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 ниже до 50-го года вплоть до полупроцентов. Поэтому, как бы то, что мы сегодня имеем рост мировой экономики на 3,3% и на 3,5-4% там 2-3 года назад, это на самом деле нонсенс, и эта ситуация будет в корне меняться, потому что шарик он ограничен, количество ртов оно ограничено, по-прежнему больше половины планет это бедное нищие население. И, собственно говоря, все глобальные рынки они по-хорошему сильно поделены. И вот на этом фоне затухания мировой экономики и глобального старения населения, особенно в Азии, особенно в Китае, этот факт на самом деле ключевой на старение населения в Китае и в азиатском регионе, это будет колоссальный демографический переход, это будет колоссальное демографическое давление на весь глобальный экономический рост. И вот он только-только к нам подбирается и подберется году к 18-20. И вот в этот год, я думаю, произойдет очередное сильное такое вот экономическое потрясение. и нам это ничего хорошего не сулит. Скажите, а вот Россия вступила в противостояние как бы с Западом сегодня, находясь в рамках ВТО, продолжая финансировать другие экономики, продолжая углублять деиндустриализацию, прочее, прочее, душить реальный сектор. И мы находимся в то же время, как если верить СМИ, если верить заявление чиновников о жесточайшем противостоянии, а как еще на кризисе отразится вот такое противостояние? Слушайте, вы меня прям удивляете, вопросы настолько замечательные, интересные, и как бы с этим подвохом, как я понимаю, то есть о каком противостоянии нашего экономического блока с Западом может идти речь, когда вот буквально неделю назад МВФ и Всемирный банк публиковали новый доклад, в котором полностью поддержали весь курс макроэкономической политики в России, сказали, что абсолютно правильно ведет себя Центральный банк, Минфин, Министерство экономического развития, что правительство в России приводит совершенно взвешенную, адекватную и сбалансированную макроэкономическую политику, что правильно сделали, что убили финансовый внутренний долговой рынок, что задрали процентные ставки до небес, что парализовали финансовую систему, что остановили кредитование экономики, что занимаемся сжатием денежной массы, повышаем налоги сокращаем госрасходы на там медицину образование здравоохранение инфраструктуру что режима там соответственно поддержку реального сектора и при этом остаемся в это и они говорят что мы все делаем абсолютно верно абсолютно правильно это такой верный стратегический путь движения вектор правильный и мы якобы с ними воюем если вас хвалит ваш гео стратегический противник там геоэкономический геополитический значит скорее всего у вас ваши враги отечества сидят там не в гуздепе в брюсселе в лондоне видимо и они именно те кого хват кому хвалит мвф и сибирный банк тогда получается что призывы сплотиться вокруг власти поддержать это призывы в общем-то сплотиться в этом на этом пропаганда и pr правит миром поэтому как бы здесь все то же самое то есть одно дело это рассказывать дорогим россиянам как-то мы боремся с там загнивающим мировым капитализмом сионизмом империализмом доллара там еще нибудь прочими замечательными вещами вот а другое дело занимает продолжать грубо говоря распродавать там минерально-сырьевой комплекс страны там торговать невосполнимым сырьем сидит на нефтедолларовой игле там проедать запас доставшейся советской эпохи там вы закручивать гайки выкручивает руки то малому бизнесу реальному сектору и вот при этом еще рассказывать что ребята у вас пенсия упала там мы не будем до стерпись по реальной по факту реальной инфляции только по прогноз на который мы считаем правильный что мы вам вот нибудь мы не будем повышать зарплаты бюджетникам что у нас цены на бензин растут они падают в америке они упали 4 долларов за колон до 2,2 десяток за полгода нефть упала и два раза палец и на бензин сша посмотрите данные в россии чё с бензином семилетка стабильного роста восьмом году в кризис падала падала нефть рост бензин в россии пятнадцатом году то же самое как бы нам что говорят виноват в этом кто гуздепа обама там кэмерон там не знаю там голливуд и кто угодно виноват кроме наших тех самых чиновников которые по большому счету сегодня обслуживают опять-таки интересы глобального бизнеса транснационального капитала международных финансовых спекулянтов и горячих денег если сна наших домороченных сырьевых олигархов как бы эту обслугу которая вокруг них сейчас формировалась и который им служит это интеллектуальная обслуга и экономическая обслуга и там и там такие топ-менеджеры проще проще идет болтология пиар болтология как говорится поди people have it поэтому вот пока people have it они будут заговорить странный парадокс на фоне ухудшения жизни населения растет рейтинг главы государства как это можно объяснить с точки зрения здравомыслящего человека причину то мне есть ничего удивительного там нет когда мы увидим с вами 150 рублей за доллар ну хотя бы 100 рублей за доллар мне кажется рейтинг президента будет 145 процентов там поддержки все там не только россия поддержит поддерживать этом белоруссия скажет поддержит казахстан поддерживает нас весь мир нам это будет на полном серьезе говорить поэтому как бы ну вот так вот или людям нужно нравится они же нравится там галлопирующая инфляция падения там экономики потери рабочих мест нравится что малый бизнес закрывается вы видите скажем в москве так вот проезжаешь там где-нибудь по там и жилым кварталом да там по спальным районам но даже можно по тверской проехать на тверская меньше степени там есть в центр города скажем улице нормально у вас везде вывеска сейл продаем продаем не 2 там и мы там с коммерческую недвижимость там мы скидки рекордные на сдачу в аренду коммерческой недвижимости торговых площадей я бы ночью хотели значит вот все устраивает нравится что кризис знает что нету продаж нравится что нету экономической активности что подавляется просто выжигается напал вам все точки роста которые оставались которые были ну вот видимо как бы пока нравится это будет продолжаться я думаю мы видим сто процентов как мы должны только поддержать немножко тему если сменить вы преподаватель да я там и аспирант и параллельно еще и преподаю студентам и вы общаетесь с молодыми людьми что вы можете сказать несколько лет и расскажите как меняется качественный состав студентов есть перспективное что люди думают о будущем и насколько адекватно воспринимают реальность ну смотреть на чудес вопросов сразу несколько по поводу адекватности адекватной всегда права вопрос пропорции то есть ну всегда есть нам как раз мирам правильно 2 процента пассионарников 2 процента полная болуда которым чихает на все и 2 процента пассионариев да реально похоже чтобы болото не 2 процента болото prazom 90-2 процента пассионарьев который тащит там его вперед еще два двух процентов тачат либо с того вперед и верх развивают два процента пытаются ее там деградировать лимпинировать и превратить sleeve колонию и вот в 95 процентов им по большому счету чихач происходит они как бы сами по себе живут они сами чем-то занимаются не ходят на работу воспитывают детей и принципе им даже не нужна там головная боль с ответственностью за будущее государство с ответственностью за будущее страны за там будущие там детские садики школы поликлиники образования здравоохранения им она и не нужна не готова дать эту ответственность кому бы то ни было чтобы кто-то за них эти вопросы решил и вот пока такая ситуация что вот моя хата с краю и как бы меня же никто пока не бьет а в подъезде не режет кошелек не забирает пока вот будет руку на приватес к отношению вот этот пара так будет продолжаться потому что эти два процента пассионалев которые уже четверть века тащит нас под откос они на самом деле этим и пользуются они пользуются тем что 2 процента тех кто что-то хочет реально из лучшую сторону их мало их можно представлять им там барыгами спекулянтами там не знаю ким-нибудь там революционерами там там агентами 5 5 колонны там гуздепа кем угодно вот а 95 пока молчит то есть пока большинство будет молчать будет продолжаться вот это вот в тихомолочку спокойно как говорится вот ведут там баранов на убой там на стрижку там шерсти там на убы и вот они пока согласны с этой политики народ проснется когда произойдет я думаю произойдет на самом вопрос времени потому что сегодня львиная доля россиян они уже начали проедать свои сбережения реально денег свободных черные заначки нз реально мало становится у нас последние там по моему 6 или 7 месяцев потребление в стране превышает уровень доходов то есть люди наращивают искусство потребления пытаясь грубо говоря жить по старому не менять потребительскую модель структуру потребительской корзины с и потребительские предпочтения сами себе обосновывая что ничего не изменилось что все будет так же как было раньше они будут жить по-старому и вот когда эти деньги будут потрачены там на самом деле сроки думают нужно имеет там ну там максимум порталы то есть вот тогда уже все будет понятно что собственно карман пуст и перспективы никуин там нормально нет зарплаты расти не будут на падающей экономики на падающей нефти инфляция будет высокая потому что понятное дело что там центробанк зажимать денежную массу будет давить там уставить денежное сжатие там будет демонетизация экономики то есть вы были чтобы там они у тебя к бороться с инфляцией либо бороться с точками роста чтобы не было новых элит не было новых там бизнес-лидеров которые могли предъявить обществу потому что это дело что когда у вас там сырье деградирует металлургия деградирует а монополий деградирует что если появляются где-то точки роста инвестиции производства занятости до создается добавленной стоимости капитал это автоматически новая финансово-промышленная группа в их понимании это просто о пг который надо уничтожать потому что это люди не встроены вообще вертикаль власти они как бы никто но они захотят чего-нибудь поэтому задача как пока падает все что только могу падать там в экономике трубы задача сделать так чтобы не появлялась альтернатива не появлялись конкуренты вот эта молодая поросль вот в китае старом мудрость помните голосить что траву надо там докосить молодняком чтобы не было поросли что потом это просто не выросла не предъявил вам чего-нибудь этом вот примерно так там сказать по-честному что идет манипуляция сознанием то есть как бы это старый метод это прием когда задают вопрос про поддержку президента путина он же ставится просто интересном в целом поддерживаете ли вы в целом этот как бы там ему политику но при этом всегда акцент на внешне конечно политический курс как бы всегда этот вопрос прикрывается геополитика тому крым понятно юго-восток там борьба западом интуитивно люди да они рады что крым есть в россии не хотят вот давать обратно и были что там по телевизору постоянно с бандеровцами боремся там с кем-нибудь там шухевичами поэтому они всегда категорически за это нормально но когда задают вопрос считает ли вы что в стороне все хорошо с экономикой здесь конечно тоже степень дебилизации высокая но уже только 62 процента читать что все хорошо как бы они просто много смотрят телевизор редко открывают дверь холодильника там либо ходят на работу на чем-то занимаются вот их уже меньше как бы по альтернативным социологическим вопросом реально довольных там в экономическом плане меньше 40 процентов поэтому здесь как бы все именно с точки зрения постановки вопроса обоснования то вопроса его разъяснения тому кто участвует в этой выборке кто отвечает на социологические опросы поэтому я думаю здесь очень много на поднатянута притянуто за уши это дело с одной стороны идет с другой стороны попытка объединить зачастую не объединяемые при вещи потому что люди очень разные с разными там грубо говоря сказать там винем и ситуации и перспектив и решений и методов но тем не менее вот на базе того же мефа так вот например по моим оценкам 80 процентов это вполне адекватные люди это очень меняемые люди хорошо подготовлены квалифицированные которые из которых можно вот элементарно прямо сейчас буквально там за пару дней создать там альтернативное коллекционное правительство правительство где бы представлен и реальный сектор и промышленники и аграрии и энергетики и у крупные ученые и специалисты в области образования и специалисты в области здравоохранения и в области экономики финансовых рынков при необходимости найти команду которая могла бы предложить стратегию там нового экономического развития так называемую там стратегию там он такой новый форсированной индустриализации с опорой на развитие там том числе частного секта в на низах не сни стратегических секторах экономики ее можно проблем в том что этого никому не нужно никто там не хочет делать как были измена все эти известны как бы те кто участвовал на форуме тоже хорошо известные люди как бы и люди которые там поднимали уже четвертьека пытаться понятно тут же самый реальный сектор экономики там и тоже рост сельмаш и понятно там там было много представленных промышленников и принципе все они выступают за новую разумную экономическую политику за разумную промышленную политику но просто это сейчас не надо как бы телка кризис же он же не везде кризис же он как бы сосредоточить их там очагах да там вот в пределах кремля нету кризиса там на тверской где-нибудь там в здании госдумы я крис сообщения замечаетного каждую неделю там вообще замечательно все то есть там там просто феерический такой замечательно пафосы люди там живут в книги разы там разговоры только там хоть хоть отдохнуть и замечательно провести там отпуск да поэтому кризиса нет там там где-нибудь на набережной в правительстве доме ну или за там говорится то что там не купили там вместо трех поршек купили два парша и один бентлей ну как бы наверное тоже кризис как бы просто такое вот замещение там porsche и бентлеями пошло я думаю там нет кризиса кризис он есть как он есть у вас у нас есть там на селе там есть кризис у аграриев а вот наши колхозники сходят в банке уже с ведром этого самого навоза и с лопатой яшу банкиры будут какашками кидать как бы ну вот там кризис реально потому что этих ли денег нету там нету денег на пополнение оборотного капитала для инвестиций там засеяли вы семинат пшеницу там картошку там собрать нечем это все стало потому что как банки которые получили деньги от государства полтора три на рублей они вообще не давать не хотят а зачем кому-то давай когда нет целевого механизма используя этих денег они лучше сама возьмут откроет валютные счета за рубежом его собственно гроза работающих них на девальваться